Закрывайте перец, поговорим с закрытыми дверями. Так, здесь только члены комиссии. Я так понимаю, что все осознают ситуацию и визит начальника отдела, главы администрации, школу, сейчас понятие? Знаю. Все вы знаете? Ясно. Хорошо. Ну, рассказывайте тогда, как у вас так получилось. Посчитали то, что было. Молодцы, все считали. Все считали. И по вашему участку такая процедура получилась? Да. Хорошо. Как посчиталась комиссия, которая находится за этажом ниже? Мы не присутствовали. Вы не присутствовали? Вы не общаетесь? Нет, пока нет. Я выбираю вы себя. Значит, коллеги, давайте так. Я вам скажу, что ваши коллеги посчитались чуть-чуть иначе, чем вы. Я так понимаю, они так же честно и принципиально рассматривали каждую станичку. Значит, у них по предварительным подсчетам за третьего кандидата где-то порядка 75%. За то, что у вас тут очень много, где-то порядка 15%. Это, в принципе, отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району. Поэтому мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом, непонятно чем руководствуясь, под здравом и смыслом, чувством гордости, ответственности и так далее, вымылся из общей массы. Ну, я скажу, я, в принципе, тоже довольно уже пожилой человек. И еще, в принципе, с виктором своем я даже современником был, я даже еще и высоты застал. Поэтому все эти песни и скорби, я очень хорошо знаю. Но сегодня не та ситуация, чтобы вот эти вот честные от вас занимающиеся смотреть. Поэтому у меня есть вам очень жесткое предложение. Изменять протокол и менять кардинальную цифру между третьим и четвертым кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Они не будут объяснять причины, даже фантазировать. Кто-то по явлению сердца, кто-то по умному, кто-то еще пошивком голосовал. Это их проблемы. Но у нас есть другие задачи, есть другие проблемы, которые нам нужно решать. Вам сегодня, потом еще с первого числа, а потом вне учителя готовиться и так далее. Доходящего объясняем? Нет, не надо мне вам особого мнения. Я его услышал, я его учу. Всеми принципиальными людьми, до определенной степени. Когда речь идет о нашем будущем, хочется, чтобы оно было хотя бы чуть-чуть этого. Понимаете, как это все наши руками надо делать? Наши. Наши. Наши руками. Коллеги, ну я еще раз говорю. Вы молодцы. Вы коллектив. Вы выставили свою позицию. Вы. Я за это вас уважаю. Но сегодня надо сделать по-другому. Почему вы уже обратите? Ну, вы считаете, что голоса еще не высказывали. Потому что сегодня... Потому что это даже избиратель. Да, причем не вы. Это на своих глазах. Причем не вы. Как смотреть людям глаза? Это наши ученики. Один из последних избирателей пришел на участок с вещом. С вопросом. Где тут дурно, куда его кинуть? Это тот избиратель, который на прошлый выбор поднялся на участок и в глаза, в лицо всем, кто там сидел, обвинял учителей в том, какое право они имели после этого учить детей. Заливи их. Жаль, что я не сферографировал бурно с этими гармошками. Я тоже видел дурно с гармошками. Не только у вас. И белые манжетики у людей. Вы думаете, я просидел в кабинете 4 дня? Вы здесь были на досрочном голосовании у Лукашенко больше. Да. За сегодняшний день. То, что мы видим. Я еще раз говорю. Я вам... Я услышал ваше особое мнение. Этого достаточно. И, поверьте, если услышать кто-то еще, то я не готов, в принципе, прогнозировать развитие оценки.